18.30 в Новосибирске области в эфире вечерние новости в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И сначала несколько кадров о главном и интересном. Семь человек погибли за сутки на трассах Новосибирской области, что стало причиной резкого всплеска аварийности. Газ в Сузунский район проведут сразу с двух сторон, когда на юго-запад области подадут голубое топливо. Окунуться в советское прошлое предлагают музеи. Каждый экспонат на новых выставках в краеведческом и художественном. Свидетель давно минувших дней. Семь человек за сутки погибли на трассах в Новосибирской области. Основная причина трагедии – неосторожный обгон. Так, в татарском районе по вине водителя Ниссана погибла целая семья. Мужчина на большой скорости выехал навстречу, не успел вернуться в свой ряд. Протаранил Рено Логан с четырьмя пассажирами, среди которых шестилетний ребенок. Спасти не удалось никого. Под эскетимом лобовое столкновение унесло жизни двух человек. Аварию спровоцировал водитель минивена. Он хотел обогнать попутку, но не убедился в безопасности маневра. И еще один рискованный обгон привел к трагедии в Тагучинском районе. Как рассказали очевидцы, автолюбитель на ленд-крузере постоянно менял полосы движения. В итоге буквально снес с дороги Тойоту Камри. Водитель последний не выжил. В МЧС и госавтоинспекции предупреждают. Погода сегодня и в предстоящие выходные неустойчивая. Обильные осадки и гололед от поездок на дальние расстояния лучше воздержаться. В Краснообске должны появиться современная поликлиника и новый спортивный кластер, на базе которого в Новосибирской области будут развивать триатлон. Все ли готово к реализации этих масштабных проектов, сегодня оценил губернатор Андрей Травников. В итоге рабочей поездки главы региона в сюжете Андрея Баева. Вот на этом пустыре, прямо напротив действующих поликлиники и больницы, Краснообска уже этим летом должны начать возводить новую поликлинику смешанного типа. 750 посещений за смену, треть из которых на себя возьмет детское отделение. Объект долгожданный. Деньги в бюджете заложены по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области». Развивается бурно сегодня Краснообск, Воскнил, Новый ингро. И, безусловно, первичное звено – это основа здравоохранения. Ни в коей мере не уменьшают задачи других на подоправление здравоохранения, но первичное звено – это основа охраны здоровья. И не спасет сегодня ни новой больницы, ни новое специализированное учреждение, если не будет хорошей поликлиники. Общая площадь нового здания чуть больше 10 тысяч квадратных метров. Пять этажей. По проекту поликлинику должны ввести в эксплуатацию через два года. По словам главного врача Краснообской больницы, закончить все работы планируют раньше назначенного срока. Губернатор Андрей Травников поручил взять объект на особый контроль. Радует владение деталями со стороны главврача этого проекта. Видно, что он действительно в режиме еженедельно живет этим проектом. Но в целом отношения настораживают. При таком отношении на сокращение сроков надеяться не стоит. Поэтому просьба отношения поменять. Не только к главврачу, обращаясь к министру, и к одному, и ко второму обращаясь, и к депутатам обращаясь, брать этот вопрос на контроль. Потому что это, по сути дела, наш с вами наказ. Мы вместе компанию проводили в 2020 году и людям обещания давали. Представили губернатору сегодня и еще один новый объект. Спортивный кластер по развитию в нашем регионе триатлона. По словам главы Новосибирского района Андрея Михайлова, это комплекс объектов, в который войдут действующие спортивные учреждения и новые проекты. Лыжероллерная трасса, школа-интернат, медицинский центр, игровая и парковая зоны. Лыжную базу я поддержу. Поэтому решайте земельные вопросы, актуализируйте документацию. И можно достаточно оперативно начинать реализацию этого проекта. Но дальнейшее развитие территории – это за вами. С точки зрения концепции, резервирования земли и перевода назначения, с точки зрения привлечения каких-то дополнительных инвесторов. Некоторые вещи, которые вы перечислили, можно без бюджетных денег. В завершении рабочей поездки глава региона принял участие в традиционном собрании трудовых коллективов и общественности Новосибирского района. Гордиться есть чем. Уникальный район, он в самом деле уникальный. Уникальный не только местоположением своим, которое со всех сторон окружает мегаполис. Уникальный теми результатами, которые мы видим второй год подряд. Кто на сегодня может себе позволить прирост населения в 10 тысяч человек? Создано более тысячи новых рабочих мест. Это все на фоне серьезнейшей эпидемиологической ситуации, в которой мы с вами проживаем второй год подряд. В планах строительства нескольких школ и детских садов газификация 11 тысяч домовладений, увеличение частных инвестиций, развитие сельского хозяйства. Например, в прошлом году благодаря эффективной земельной политике в районе на 10% выросло количество пассивных площадей. Самое главное вовремя услышать проблемы и принять меры по их решению, чтобы жители района не оставались на единении со своими вопросами. Еще раз хочу подчеркнуть, мы хотим решить как можно больше задач. Для этого мы взяли на себя ответственность и предусмотрели, увеличили финансирование районного бюджета, чтобы освоить в этом году более полмиллиарда рублей. Это почти в два раза выше, чем в текущем году. Благодарственными письмами губернатора и правительства региона и главы Новосибирского района сегодня отмечают заслуженные коллективы. А это тысячи жителей городов и поселков, которые ежедневно трудятся на благо своей малой родины. Андрей Баев, Андрей Руднев, Новости ОТС. Контрольных рейдов за соблюдение масочного режима в транспорте станет больше. Такое решение в профильном ведомстве приняли на фоне высокой заболеваемости. Отныне еженедельно в электричках, поездах, автобусах, маршрутках и метро не меньше 20 проверок. По словам сотрудников Минтранса, самое частое нарушение – неправильное ношение маски, когда она приспущена и открыт нос. Проверяющие также сталкиваются с тем, что горожане заменяют маски предметами одежды, в ход идет шарф, бандана, шейные платки. В ходе рейдовых мероприятий процентов 95 пассажиров все находятся в масках. Есть, конечно, претензии к ношению, но оставшиеся 5% – это достаточно эксклюзивные люди, которые отрицают и отрицают все. Поэтому сегодня в ходе рейдового мероприятия было выписано сотрудниками полиции три протокола. В поселке Шипуновский в Сузунском районе построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Пациенты ждали его открытия с нетерпением. Старое деревянное здание сгорело больше 10 лет назад. И люди в поисках медицинской помощи ехали за несколько километров, рассказывает Екатерина Стывко. Это вообще слог нет, красота. Вообще, даже не думала, что такое может быть. Ирина Федоровна эмоций не скрывает. В родном поселке наконец-то открыли ФАП. Просторно, светло, тепло, а главное – близко к дому. Больше 10 лет назад старый медпункт сгорел дотла. Все это время за медпомощью пациентам приходилось ездить в райцентр. Принимать в новом ФАПе будет опытный фельдшер. Будет обслуживать больше 130 человек. Здесь особенность этого населенного пункта – что здесь есть и дети, здесь больше 30 детей. И даже до сих пор находит на диспансерном наблюдении и лечении участник Великой Отечественной войны. Ему больше 90 лет. В ФАПе кабинеты терапевта, педиатра, гинеколога, процедурный – есть все необходимое оборудование, в том числе и для оказания экстренной помощи. Построить новый ФАП наказали депутатам местные жители. У нас существует программа, мы строим ФАПы по всей области. В Сузунском районе будет процветать, развиваться и появляться такие новые объекты. В Сузунском районе строек много. Так в прошлом году возвели новое здание больницы, несколько школ и детских садов, котельные. Сейчас главная задача – газификация. Необходимо провести сразу две ветки, чтобы как можно больше жителей забыли про печки. И вот сегодня мы уже можем, глядя вам в глаза, сказать, что газ будет. Газ будет – это было сложное решение этого вопроса. И он начинался 10 лет назад. Больше, когда мы с Андреем Ивановичем были у руководителей «Газпрома». К нашему счастью нас услышали. Первым делом необходимо разработать проектно-сметную документацию и схемы газоснабжения. Старт строительства запланирован на 2025 год. Екатерина Стывко, Новости ОТС. И смотрите дальше в нашем выпуске «Инвалидность». Теперь можно будет оформить дистанционно. Расскажем, как. Wi-Fi-антенна от ученых НГТУ. Знакомимся с новым изобретением. И готовимся встречать спортсменов. И провожать в Пекин уже паралимпийцев. Оставайтесь с нами. Продовольственные банковские карты предлагают ввести в стране депутата от парламентской фракции Партия пенсионеров России за социальную справедливость. С инициативой они выступили на фоне сообщений о росте стоимости борщевого набора. По данным парламентариев, за год он прибавил в цене 60%. Больше всего подражали капуста, картофель, свекла. Доходы граждан не выросли, считают в партии. Поэтому и предлагают депутаты внедрить специальные карты для малообеспеченных граждан. На счете будет некая сумма, которую можно потратить на товары отечественного производства. В списке не будет алкоголя и сигарет. В партии пенсионеров России за социальную справедливость подчеркнули, новая система ничего общего с советскими продуктовыми талонами не имеет, поскольку дефицита товаров нет. Просто денег у людей мало. В дуплах и трещинах, в новосибирских парках и скверах много аварийных деревьев, которые стоят до первого урагана. Опасны они как для водителей, так и для пешеходов. К такому выводу пришли эксперты-агрономы, специалисты по городскому озеленению и защите растений. Сегодня они обрезают аварийные тополя, березы, клёны. Анатолий Харитонов о нюансах такой операции. К здоровым стволам пила не притронется. Только к больным, высохшим, аварийным. В парках и скверах Новосибирска много деревьев, которые нависают над тротуарами и дорогами. Агрономы говорят, если угол наклона выше 45 градусов или, например, видны трещины в коре, пора резать. Лучше тёплой зимой, феврале, марте, либо холодной осенью, когда растения в спячке, по-научному в гипобиозе. Внутри никакого движения питательных веществ. Рана заживёт быстрее. Это своеобразная повязка на рану, в данном случае дерево. Масляная окраска с антисептиком, она закупоривает поры дерева. И во время весеннего сокодвижения сок не будет выходить, и дерево легче перенесёт обрезку. Вот, кстати, ещё один признак аварийности. Дупло. Вот здесь, внизу, на берёзе. Сейчас посмотрим, насколько оно глубокое. Попытаюсь просунуть туда руку. О, даже кто-то варежку забыл, оставил. Так. Да, действительно, очень большое дупло. Но, по сути дела, сейчас это дерево не падает, держится только за счёт коры. Береста очень прочная и держит ствол. Обследование показало, в берёзовой роще примерно 7,5 тысяч деревьев. Много старых, которым больше полувека. За ними давно не ухаживали. Поэтому специалисты взялись за пилы. Так называемый «зелёный экран», отделяющий парк от проспекта Дзержинского, мягко говоря, был не идеален. Тополя, вязы и рябины тянулись к свету, на южную сторону. Склонялись над проезжей частью. И, наконец, три ряда живой изгороди, стригущейся. Вот эта изгородь тоже находилась в угнетённых условиях, потому что, во-первых, мы наблюдали там самосев, происходило засорение, заросли все технологические пути. Вот теперь, собственно, здесь достаточное количество пространства, для того, чтобы происходил процесс восстановления и формирования заново вот этого зелёного экрана. Диагнозы деревьям ставит группа экспертов. Среди них агрономы, ландшафтные дизайнеры, специалисты по озеленению городских парков и защите растений. Зелёные саждения на территории Берёзовой рощи достаточно взрослые. И требует к себе, конечно, повышенного особого внимания. И, я бы сказала, даже бережного внимания и бережного подхода. Поэтому мы сейчас проводим вот эти виды работ. В трёх парках – Берёзовая роща, Сосновый бор и парку Моря Пскова. За зелёным экраном, который проредили в Берёзовой роще, в этом сезоне будут следить работники парка. Они выяснят, как восстанавливаются растения. И, если потребуются, посадят новые взамен утраченных. Анатолий Харитонов, Евгений Павлов, Борис Гладких. Новости ОТС. Чтобы оформить инвалидность, теперь не нужно стоять в очереди. Новосибирское бюро медико-социальной экспертизы теперь работает и в дистанционном формате. Все заявления пациентов попадают в единую систему, где её обрабатывают специалисты, после чего выдают заключение. Екатерина Новгородцева подробно о том, как это работает. Здесь находится вся база данных по всем инвалидам с 2013 года. Просмотр – полная история обращений по годам, изучение всех документов пациентов и множество других возможностей, которые предоставляет новый сервис. В регионе заработала электронная система подтверждения инвалидности. Если вспомнить несколько лет назад, граждане, оформляя направление НАМСЭФ в бумажном виде в медорганизации, приносили его нам, записывали, сидя в очереди, и затем ожидали процедуру освидетельствования. То есть приходилось выступать в качестве курьеров и приходилось ожидать сначала записи на освидетельствование, а затем приходить на освидетельствование. Теперь заявление поступает напрямую от медицинской организации в бюро, где его обрабатывают без участия пациента. Открываю заявление направления в электронном виде. Вот у нас поступило два направления. Открываем. Форма. И здесь также электронные подписи. Мы все просматриваем, чтобы подписи электронные были действительные. Собеседование и осмотры в очном формате сейчас невозможны. Решения о присвоении или продлении инвалидности принимают на основании документов. Комиссия из нескольких врачей тщательно проверяет все данные и заключения коллег из медицинских учреждений. Иногда до введения этой программы у нас пациенты приносили исправленные по дороге направления в свою пользу. Палочки подставляли в степени нарушения и так далее. Какие-то документы прикладывали подложные. То есть передача вот таким образом в электронном виде, она исключает факты фальсификации медицинских документов. В полной мере система заработала с конца декабря. До этого составляли базу медучреждений. Внедрить сервис помогло Министерство цифрового развития региона. В этом году федеральное поручение выполнено. Мы перешли на новую версию электронного медицинского документа. С 1 февраля отправляем уже обновленный. И Минцифра совместно с Министерством здравоохранения обеспечивает поддержку передачи вот такой информации в электронном виде, чтобы это все работало 100% электронно. В прошлом году в бюро первично освидетельствовали около 15 тысяч взрослых и примерно тысячу детей. Всего же в регионе около 50 тысяч человек, которым необходимо периодически подтверждать статус инвалида через сервисы бюро. Екатерина Новгородцева, Евгений Павлов, Новости ОТС. Интернет, направленный в нужном направлении. Ученые НГТУ разработали компактную Wi-Fi-антенну для мест с массовым скоплением людей. В чем особенности этой инновационной разработки? Какое у нее практическое применение? Станислав Блинов разбирался. Работа над антенной началась по заказу одного из новосибирских предприятий. От идеи до воплощения прошло примерно полгода. Рассматривали самые разные варианты конструкции. Там последовательная структура, и круглый был излучатель, и, ну, там огромное количество, и варианты их запитки, там, амплитудное распределение, множество было вариантов. Антенна — составная часть точки доступа в интернет, которая отвечает за сектор, в котором можно подключиться к сети. Сложнее всего было уложиться в заданные заказчиком габариты. На одном относительно небольшом полотне смонтированы 9 антенн, каждый из которых может выдавать сигнал в строго заданном направлении. Скорость интернета у точки доступа будет гораздо выше, и количество подключаемых абонентов будет гораздо выше. Домашние вот эти модемы, роутеры, они рассчитаны на количество до 10-15 устройств. Это устройство рассчитано на тысячу и более человек. Использовать антенну собираются на стадионах, станциях метро и в промышленности. Аналоги только зарубежных производителей. Но новосибирская разработка выгодно отличается простотой производства. Она производится в одном технологическом цикле, то есть за одно действие вы получаете антенну. А аналоги подразумевают под собой непосредственно сборку сложные рефлекторы. Математическое моделирование показало, что всем необходимым условиям заказа антенна полностью соответствует. Следующий этап — проверить теорию на практике. В ближайшие недели начнутся эксперименты в радиобезеховой камере. Привезем сканер электромагнитного поля, значит, установим антенну вот в той части, в глубине этой камеры сканер, установим вот здесь. И измерив распределение поля, формируемое этой антенной в пространстве, потом с помощью математических методов можно получить вот эти вот характеристики направленности. Ученые НГТУ считают, нет предела в совершенству в планах разработка антенны, которая сможет самостоятельно определять местонахождение абонента и сопровождать его направленным сигналом при перемещениях. Станислав Блинов, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Путешествия в прошлое советского дизайна и культуры. Две ностальгических выставки открыли в региональном центре. В художественном музее представили работы фотохудожника Евгения Иванова, а в краеведческом эскизы, костюмы и виниловые проигрыватели. С историей экспонатов ознакомился Алексей Кудинов. Раритетные веги, электрочайники, бритва Берцк. К появлению этих и многих других предметов советского быта причастны новосибирские дизайнеры. В краеведческом музее представили десятки проектов, созданных во второй половине 20-го века. В 60-е годы были перспективные направления, связанные с художественным конструированием, во-первых, спецтехники. Это раз. Оплачивалось хорошо, заказы были постоянные и, что самое главное, реализовывались. Новосибирцы приложили руку к созданию игрушек, разработке интерьеров, производственных помещений, костюмов и даже медицинского оборудования. Эскизы, фотографии, ценные архивные документы позволяют понять, как развивалась дизайнерская мысль. Отдельная тема – то, что произошло с отраслью в 90-х, когда многие специалисты занялись логотипами, оформлением магазинов и офисов. Ну, в общем, от чайных ложечек до самолётов всё можно делать дизайнером. Но поскольку в 91-м промышленность сдохла, зря до сих пор мне пришлось заниматься всяким, конечно, дизайном. У меня и графического полно, немножко интерьеров, но предпочитаю всё-таки промышленный дизайнер. В художественном музее открылась выставка Евгения Иванова. На снимках Арнольд Кацый, Александр Чернобровцев, Захар Брон и Галина Алехина – люди, которые создавали и создают славу новосибирской культуры. Самые ранние фотографии сделаны в 87-м году. И сегодня это ценные исторические документы, ведь многих героев уже нет живых. Те, кто ушёл, мы их повешаем чуть-чуть повыше, то есть в экспозиции. И когда вчера стали расставлять, мне стало немножечко не по себе, потому что я стал понимать, что за 10 лет ушло больше людей, чем бы хотелось. Конечно, есть ощущение, как здорово, что я успел, как очень грустно, что я не успел там, где я мог бы тогда успеть, потому что, конечно, на тот момент я не очень понимал, что это когда-то через 30 лет может стать такой вот выставкой. 10 лет назад Евгений Иванов уже делал похожий проект – книгу с портретами новосибирских деятелей культуры. Теперь вторая серия. На выставке не только известные артисты, музыканты или режиссёры, но и молодёжь. И это отличие новой экспозиции. Договорились о том, что нужно делать ещё продолжение и уже брать совсем молодых, то есть лица, которые, скажем так, сейчас только набирают силу, и наши будущие звёзды, причём уже на таком, на российском, а может быть, не побоюсь этого слова, на мировом уровне. Алексей Кудинов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Новости ОТС. В лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения. Второй спортсмен – ведущий. Он как раз ориентирует Маргариту на трассе и выступает с ней в паре. Маргарита Терещенкова – двукратный бронзовый медалист чемпионата мира, а также призёр кубка. Ещё трое наших земляков в резервном списке паралимпийской сборной. В лыжных гонках и биатлоне надеются выйти на трассу. Денис Деканов и Александр Смоленин. Они также выступают в паре. А в резерве на сноуборд – Дмитрий Фадеев. Он выступает в группе спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата. Будем болеть за наших. Это все новости к этому часу. Информационные итоги дня подведём на канале ОТС в 20.30. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова